Направо повернись, в другую сторону, лицом ко мне. Еще недавно эта парочка разыгрывала спектакль под названием «Смотри-ка, деньги лежат». Они подкарауливали своих жертв на выходе из банковских учреждений и подбрасывали к ногам кошелек с пачкой фальшивых купюр. Затем один из злоумышленников под видом прохожего предлагал разделить добычу. Потом на сцене появлялся мнимый хозяин имущества. Появлялся второй напарник, говорил, что это я потерял кошелек, давайте проверим ваши деньги, сколько вы у меня забрали. И с использованием ловкости рук, так называемым подломом, подламывая купюру, похищали деньги потерпевших. Злоумышленников задержали по горячим следам. Ими оказались недавно освободившиеся из мест заключения жители Перми. Наказание отбывали за аналогичное преступление. Изъяты вещественные доказательства, пачка фальшивых купюр. На сегодня следствию известно пять аналогичных эпизодов за авторством этого дуэта. Но есть предположение, что жертв гораздо больше. У нас имеется информация, что есть незаявленные преступления, когда люди не обратились в органы полиции. Кроме того, по данным уголовного розыска, группа выезжала в другие города Пермского края для совершения аналогичных преступлений. Потерпевших, которые узнали своих обидчиков, стражи порядка просят позвонить по телефонам, номера которых указаны на экранах. И напоминают гражданам, что деньги, особенно крупные, как правило, не валяются на дороге под ногами. Олег Романов, Елена Яговцева, Иван Худяков, Телевизионная служба новостей.